Гранат и автоматов не меньше, чем у воюющих в Чечне. На оружии явно не экономили. Единственный, кто не прятал своего лица под маской, Мофсар Бараев. Действительно племянник Бараева Арби, убитого год назад полевого командира, знаменитого похитителя людей. Группа состоит из 35 человек, 15 из них женщины. В переводе с арабского название отряда звучит как «Смертники ислама». Мофсар отрицает, что захват Норд-Оста – месть за убитого родственника. Эта акция, по словам Бараева-младшего, не планировалась за рубежом. Санкционировал ее Шамиль Басаев, и президент Ичкерии Масхадов был в курсе. Единственная и окончательная цель террористов – прекращение боевых действий в Чечне и вывод федеральных войск. Наша группа называется «Бригада Риядю Салахина» в переводе на «Смертники ислама». Цель наша, это мы уже неоднократно заявляли, цель наша – остановить войну и вывезти войска. Если вам предложат, например, что представители российские вступят в приговоры с Масхадом или еще с кем-то. Мы действуем, мы действуем по приказу военного верховного военного эмира. Военный эмир там у нас Шамиль Басаев. Вы его все хорошо знаете. То, что Масхадов, он наш президент, и мы его очень сильно… Хотя мы неоднократно слышали, что Масхадову никто не подчиняется, с ним никто не считается. Это, я не знаю, как сказать по-вашему, это, как говорится, ложь и клевета. Мы очень даже подчиняемся и очень даже мы с ним считаемся. И насчет переговоров с Масхадовым, это, я не знаю, моя задача – приехать сюда. То, что мы хотели с помощью Аллаха, мы это сделали. Почему выбрали вот именно это место для акций? По воле Аллаха так выбрали. Центр города там, чтобы все видели, все знали. Только по этим соображениям было? Ну, еще хотели, еще кое-что взять, но не получилось у нас. То есть это спонтанно получилось, чтобы сюда приехали? Ну, нет, мы готовились уже месяц, два месяца. Да, ходили, спектакль смотрели. Как, что? То есть несколько какого-то таких точек, да, возможно? Невозможных, а были вот несколько точек. Мы ждали, мы это могли и раньше сделать. Мы ждали, ждали, что кто-то придет, кто-то остановит. Вас называют племянником Альбараевым, правда? Да, я его племянник. Можно считать эту акцию вместе за его смерть? Нет. Две девушки в черном, которых боевики называют сестрами, носят на поясах заряды взрывчатки с торчащими проводами. Скажите, пожалуйста, вот, что означает ваша одежда и взрывчатка на поясе? Означает, что мы ни перед чем не остановимся. Ни перед кем не остановимся. Мы на пути Аллаха. Если мы умрем здесь, то это еще не все. Нас много. Это будет продолжаться. В зал, где сидят захваченные люди, нас не пустили, но вызвали шестерых заложниц. Женщины повторяют, что обращаются с ними достойно. Писать обращение с просьбой «не начинать штурм» по словам заложниц, их никто не принуждал. Обойдя больных, доктор Рошаль рассказывает свои впечатления. Конечно, волнение есть. Ну так, что все были в истерике, что все орали. Нет. Две или три женщины были в истерике. А так, в основном, спокойствие. Спокойствие нормальное. Они, помощь нужна была медицинская. Медикаментов не было. Но они разрешили. И сейчас и портрет полностью обеспечен медикаментами, во всяком случае, до завтрашнего утра. И наверху тоже. Потому что много, много больных. В плоти, там, у кого-то глаза, у кого-то кашель, у кого-то. Насморк, кто-то просто надо успокоить, кому-то надо гипотензивные дать средства. Вот таким образом. Мопсор Бараев обещал отпустить этим утром детей, подростков и иностранных граждан, если за них поручатся послы и консулы. Сергей Дедух, Антон Передельский, телекомпания НТВ, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok